Всех с днём рождения! В последнем патче завезли американцам Ти-1-И-1. Это не такой уж прям клон, но как минимум такой. Тяжёлый танк на 5.0, который является почти что троллейбусом М6, только с крутой подвижностью. Он, как и Маус, вперёд и назад едет одинаково. Да-да, конспирологи. Вообще танк не выглядит на свою подвижность, едет реально классно и отступает как надо. В остальном это типикал М6. Тяжёлым танком даже на своём БРе назвать, ну, сложно, ведь Д5Т прибивает тебя в силуэт. Но кого-то там когда-то танкануть можно, плюс пушки с мелкими калибрами редко тебя ваншотят. Ну, типа, а как нам оценивать тяжесть танка? Как французы просто потому что большой? Объясни свою тяжесть. Пушки тут две, пулемёта тоже два. Не, ну как бы три, но детская ЗСУ-57-2 торчит из ВЛД. Та, что поменьше, мной почти не использовалась. Стреляет сплошняками или полураками, полубронефугаками. Но моя идея стрелять фугасом в лёгкую технику с треском провалилась, пришлось возить сплошняки. Вторая же пушка, естественно, играется на каморниках. Я не знаю, для кого другие снаряды вообще добавляют, учитывая то, что это прокачиваемые сплошняки. Ну и, короче, вот эта пушка прям сочная. Отличный урон, хорошее пробитие и перезарядка 5.9 секунд в топе. Не знаю, надо ли говорить, что есть стаб. Короче, есть стаб. Особо выцеливать не придётся, как минимум, потому что многие танки шотятся в комбашенке. А ещё у нас есть отсылка на силовую броню из фолыча. Короче, получился хороший стаб из Т1, И1 и М6, И1. Их бы во вкладочку, конечно, но к этому придём минимум через годик. Геймплей можно исполнять почти любой, ибо завезли УВН и минус 10, и вышеупомянутую подвижность, да и прокачать его не так уж тяжело. Муа.